Ботанические сады Центра экологии Брестского университета имени Пушкина стали популярными природными объектами сравнительно недавно. С 2006 года оранжерея под открытым небом является базой для практических занятий студентов и периодически преподносит экологам сюрпризы. Здесь на 25 сотках представлены 280 видов и 250 форм растений, среди которых много экзотических. Аномально теплый декабрь и начало января заставил покрыться почками обитательницы южных широт Магнолию и зацвести японскую сливу. Экологи на этот счет дают неутешительные прогнозы. Растения просыпаются и они уже готовы к весеннему периоду, но у нас еще впереди зима с какими-то морозами зимними. Думаю, что они, наверное, будут. И, естественно, что морозы повреждают вот эти все распущенные почки. И цветение как минимум мы не получим. И цветение как максимум мы можем просто получить замерзшие растения, которые не возобновятся. Плюс ко всему сохраняется очень много возбудителей заболеваний. Насекомые хорошо перезимуют такую теплую зиму и в большем количестве придут к весне, к летнему сезону, и, естественно, будут заболевания растений. Настоящей жемчужиной на зеленой карте города над Богом можно считать зимний сад, который открылся в 2010 году и стал настоящим экзотическим оазисом в центре Бреста. В трех климатических зонах – тропики, субтропики и пустыне – собраны уникальные ботанические коллекции. Здесь представлены порядка 600 видов уникальных растений. Только через зимний сад за последние годы прошло 150 тысяч посетителей. То есть цифра огромная. То есть практически половина населения Бреста. Если посмотреть по географии наших посетителей, то она тоже довольно широка. Мы уже приближаемся к 40 странам. То есть побывали у нас практически из всех стран Европы. Есть у нас записи в книге, скажем так, почетной книге посетителей и из Австралии, и из Америки, и из Франции. То есть география тоже очень широка. Зимний сад – база для научно-исследовательской работы, которую круглогодично проводят студенты. И тематическая эколого-биологическая площадка для школьников. Среди новых направлений – международный проект с сербским городом «Новий сад» и участие в создании умного города «Симбио-сити». Выиграли проект совсем недавно в международном проекте совместном белорусско-сербском. И вот в следующем году такая приятная новость для жителей города будет закладываться у нас в вишневый и черешневый сад. То есть очень скоро можно будет, гуляя по нашим отделам, посетить вот цветущие вишни. Мы знаем, что некоторые вишни – это сорта, которые называются сакуров. Наш центр вошел в группу по ландшафту и по зеленению. Это справедливо, именно этими вопросами мы и занимаемся. И один из моментов, который рассматривается, это применить новые технологии, зеленые технологии, для того, чтобы создать комфортную среду обитания у нас в городе, чтобы было комфортно и жителям, и нашим, скажем так, зеленым друзьям. Вместе с тем экзотическая оранжерея – еще и увлекательное место для проведения экскурсии. Главная задача – показать разнообразие видов в сложном взаимодействии с человеком в рамках одной экосистемы. Каждый зеленый экспонат зимнего сада снабжен QR-кодом для удобства считывания информации. Эта современная методика сегодня активно практикуется на туристических объектах Бреста. В Центре экологии налажен выпуск буклетов, книг и сувенирной продукции. В ближайших планах – создание аудиогида. Человек сможет прийти с индивидуальным наушничком, прослушать интересующую его информацию. То есть это не обязательно слушать целиком экскурсию. Это может быть отдельный какой-то объект, который будет заинтересован в отдельном объекте. Также мы, конечно же, проводим экскурсии на наших двух государственных языках, на русском и белорусском. Можем предложить проведение на английском, на французском. Также у нас идет разработка на польском языке, готовится экскурсия. Оставаясь университетской базой, Центр экологии занимает важное место в туристическом и экологическом ожерелье города над Бугом. Здесь представлена пятая часть всех ботанических коллекций Беларуси. А это значит, что почувствовать себя частью экосистемы может каждый. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БугТВ.